привет прогрессивный народ это истинный следователь этот ролик посвящен электрике в стенке проводка у меня алюминий тонкий провод там и тонкий алюминиевый я понимаю два с половиной миллиметра квадратных сечения вот он я его соединил уже один раз перегревалась соединение на винтах клеммную коробочку я поставил там нагревалась нагрелась оплавился провод кое-как я это заметил и поставил вот эти вага вот такими желтенькими они без пасты и я думал что все в порядке но они перегрелись причем оба на фазу и 0 вот провод розетки шел медный я его полом целый дел но все равно почему-то в этом месте соединения стала нагреваться я думал что прямого соединения нету вот так вот они шли и через железную стальную оружие площадочку соединения было и я подумаю я думал что все нормально и некоторые соединения многие соединения так работают здесь почему-то перегрелась оплетка видите нагрелась с медного на стекла вниз я не мог вообще вытащить провода и сама пластмасса даже оплавилась то есть грелась очень сильно нагрузка нагрузка совершенно небольшая у меня здесь одна розетка подключены телевизор и компьютер я думал что около 500 ватт вот счетчик старый подключил электронный он показывает 200 ватт то есть отчего такой перегрев мне что-то даже в голову не приходит понятно что в идеале нужно было алюминий с алюминиевым как я сейчас и сделал дальше кусочек алюминиевый запихнул то есть идет вот такой вот со стенки а дальше алюминиевый такой же вот нагрузка 200 чего греться то вот так дико греться единственная у меня идея сейчас то что это нить так вот она была подключена через пластиночку и все равно грелось соединение получается но никак нельзя соединять медь с алюминием даже через прокладочки переходнички вот так вот нагрелась при 200 ватт чуть ли не все сгорело к черту еще стал я дергать выдергивать эту коробочку и я знаю что алюминиевый провод очень хрупкий ну я подергал несколько раз и он треснул около самой стенки кое-как я прицепился за обрубок очень осторожны будьте не не дергайте никогда алюминиевый провод вообще я думал что алюминиевый провод хороший он как бы хороший на самом деле он дешевле но это хрупкость его это просто убивает все когда вот он в таких два с половиной четыре он очень хрупкий его действительно использовать не стоит и соединение вот эти проблемные просто ужас алюминиевый наверно хорошо годится для силовых для улиц там такой толстенный его каким-то болтами скручивают там и все держится а вот это вот два с половиной четыре переламывается просто от нескольких движений и окисляется быстрее чем медь то есть соединение теряется там в этом месте нагревается признаю все таки что алюминий вот в размерах два с половиной четыре сечением это просто ужас и хрупкий и соединение ненадежная их соединять только нужно с пастой через специальные клеммники с пастой а это пасты даже пока я не нашел специализированных магазинах то есть у меня такие клеммники естественно я знаю весь паста сверху таким таким я и соединил сейчас стенки и я не уверен что это клемма с пастой она же только подходит для алюминиевого провода с алюминиевым а если соединять алюминий с медным через эту колодочку то ведь тоже получается нельзя все равно же нагреться будет паста же просто чтобы не окислялся чтоб кислород не попадал а как тогда вообще соединить нить с алюминием иногда то это нужно как бы не приходится не очень пока представляю всем спасибо был истин исследователь про перегрев соединения алюминиевого и медного провода